Пруд с катамаранами, контактный зоопарк, конюшня, летний кинотеатр под открытым небом. Все это возможно в ближайшие годы появится в парке культуры и отдыха Лакреевский лес. В последнее время он мало привлекает горожан, но в администрации Чебоксар уверены, парк может вернуть себе былую популярность. Проект перепланировки Лакреевского леса вынесли на публичное слушание. Сегодня Лакреевский лес переживает не лучшие времена. Его территория используется лишь на 10%. Убирается в основном центральная часть, остальная в запустение. Грустно констатировала разработчик проекта Надежда Рожкова. Кое-где даже возникли стихийные свалки. Мы очень хорошо перед началом работы обследовали этот парк и обнаружили то, что парк, конечно, в очень заброшенном состоянии. Парк был организован в 1956 году. Видите, уже там очень-очень много ему лет. В свое время были обложены определенные средства. Был хороший парк, вопрос нет, но на определенном этапе, как и беда со всеми парками России, финансирования не было. Площадь парка превышает 38 гектаров. Частично в нее входит особо охраняемая природная территория, на которой растут вековые дубы. Некоторым из них 140 лет. Вообще у Лакреевского леса интересный ландшафт с пригорками, оврагами, ручьями и даже маленькой речкой. Разработчики разделили всю территорию на функциональные зоны, чтобы дети постарше и помладше не мешали друг другу, а люди возрасте могли отдохнуть в другой части парка. Реконструкция начнется с центральной аллеи входа. Последний будет выполнен в стиле древнемосковской архитектуры. Появится два дополнительных входа с южной стороны и от рынка ярмарка. Позаботятся и о парковках. Одна из изюминок проекта – летний кинотеатр. Мы предлагаем сделать типа амфитеатр, чтобы зрители могли сидеть на газоне с навесом. Также по проекту в лесу должен появиться пруд, который можно будет переплывать на катамаранах. Летний кафе, конюшня на 4-5 лошадей, контактный зоопарк. Все это наряду с аттракционами, веревочными городками и площадками для картинга. В зимнее время здесь тоже будет не скучно. Обещают, что Чебоксарский Дед Мороз переедет с Красной площади сюда, в новую резиденцию, первый этаж которой отдадут под каток. Сколько на все это великолепие понадобится денег, пока не ясно. Скорее всего, речь пойдет о десятках миллионов, и средства будут вливаться в течение нескольких лет. Людмила Майкова, Александр Яковлев, Вести Чебоксары.